Библейский портал экзегет.ру представляет 97-й псалом для библейского портала экзегет, считаю, перевод российского библейского общества. Он продолжает 95-й, 96-й, но в принципе очень похож на них. Если бы там не было границы между псалмами, мы бы даже не всегда знали, где ее поставить. Потому что можно это сделать одним псалмом, можно разбить на 5-6. Ну вот, разбито так, как разбито. Есть подзаголовок, но подзаголовок просто псалом, то есть ничего он нам не сообщает. Вот это такие универсальные псалмы, они о величии Бога, они не связаны ни с конкретной личностью, ни с какой-то ситуацией. То, что, в общем, всегда уместно сказать. Пойте Господу новые песни, ибо Он сотворил чудеса. Своей рукой и святой десницей своей Он добился победы. «Явил Господь победу свою, явил народам правосудие свое. Не забыл Он милость свою, свою верность племени Израиля. И увидели все уголки земли победу нашего Бога. Ликуй пред Господом вся земля. Веселитесь, радуйтесь, пойте. Пойте Господу под звуки арф. Под звуки арф пойте под музыку. Пойте под звуки трубы рога. Ликуйте пред царем Господом. Пусть как гром поет море и все, что в нем есть, и вся вселенная, и все, кто живет в ней. Пусть рукоплещут реки, пусть ликуют горы пред Господом. Грядет Он вершит суд на земле. Он будет судить вселенную праведно, судить народы справедливо». Господь является как судья. Суд идет всем встать. Собственно, вот содержание этого псалма. У нас были псалмы, где Господь призывался к этому суду, где псалмопевец очень напряженно, требовательно, дерзко, я бы даже сказал, говорил, Господи, ну когда уже вообще ты вмешаешься, сколько можно это терпеть, смотри, какое уже створится. И вот целый ряд псалмов, которые говорят, да, Он идет, Он идет, судить, потерпи немножко. Вот Он сейчас входит. Вот сейчас, сейчас все будет. Потому что не забыл Он милость в Свою племени Израиля и видит все уголки земли, победу нашего Бога. А потому веселитесь, пойте, ликуйте. Причем люди под звуки арф. Море, как море может веселиться. Но вот этот плеск волн, который довольно приятен для глаз. Да, бывает буря, бывает вот этот плеск волн, он понимается, как такое ликование моря. Рейки рукоплечу, такая горная река бежит по камням, и такой шум этой реки, вот как будто рукоплескание, как будто в ладони кто-то бьет. Пусть ликуют горы, как горы могут ликовать. Вообще уже непонятно, что на них происходит такого. Я надеюсь, не пляшут, потому что это означает серьезное землетрясение. Ну, есть места, где в Псалтире в холмы пляшут, но это вряд ли землетрясение, хотя они там бывают, да, но скорее это вот ситуация, когда вся вселенная ликует, радуется, но самое главное, что верные Господа люди встречают его и ждут, что он, наконец, будет судить вселенную праведно, судить народа справедливо. И все это называется новой песней. Слушайте, ну, новая песня, это как-то уже немножко странно смотрится, потому что ничего принципиально нового в этой песне нет. Но мы говорили, говорили применительно к 95-му Псалму, где то же самое сказано. Пойте Господу новую песню. Начинается абсолютно одинаково, 95-й и 97-й. А что в конечном итоге всякая искренняя песнь Богу, хвала, молитва, просьба, восклицание, они новые, потому что человек вкладывает в них что-то свое. И пусть эти слова произнес до него миллиард других людей. Но неважно, неважно, важно, что для него это что-то новое. Вот если нет этой новизны, если это просто повторение заученного наизусть, то в этом, наверное, нет особого смысла. Наверное, в этом смысле новую песню. Но здесь есть и другой оттенок. А здесь эта новая песня, это песня победы, песня торжествующего человека, который видит, как сейчас состоится справедливость. И в этом смысле может быть каждый новый день, когда открываются какие-то новые события, когда в нашу жизнь входят новые обстоятельства, когда что-то новое раскрывается, тоже для нас день новой песни. И поэтому вот здесь так это звучит. Ну а 98-й будет чуть более подробно говорить то же самое, применительно уже к истории Израиля. Продолжение следует... Продолжение следует...